Приветствую вас и полагаю, что воспитывать ребенка желательно, ну, во-первых, наверное, через постоянное общение, через игру, через придание большего значения тому, что он делает. Понимаете, ребенок сейчас активно познает мир, хочет делать все сам, хочет, чтобы ему никто не мешал, считает, что он знает всех лучше, чем другие. У ребенка в этом возрасте проявляется здоровый эгоцентрит. Что значит здоровый эгоцентрит? Здоровый эгоцентрит – суть естественный эгоцентрит. То есть ребенок считает себя сейчас центром мира, единственным, ну, достойным субъектом окружающего его. И это, надо сказать, совершенно нормально. У ребенка на все есть свое мнение, у ребенка на все есть свой ответ, свое видение, и это тоже, вообще так говоря, очень хорошо и здорово. Потому что, если бы ребенок не делал бы этого, то можно было бы говорить о том, что у него наблюдаются какие-то проблемы. А так, так, в принципе, это вполне себе хорошо и правильно. Но проблемы начинаются тогда, когда своего собственного мнения, своего собственного опыта ребенку не хватает для решения задач. И тогда он выносит обращаться ко взрослым. И вот вам нужно одновременно с тем, чтобы придавать значение тому, что он делает, одновременно с тем, чтобы мотивировать его, воспитывать в нем мотивацию на то, чтобы делать то, что нужно. Вам одновременно нужно давать ему возможность, с одной стороны, действовать так, как он хочет. То есть, ну, действовать так, как он хочет, это значит, что давать ему определенную свободу. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы вы прислушивались ко всему тому, что говорит ребенок, и, собственно говоря, были готовы всегда и во всем ему помочь, если это будет нужно. То есть, чтобы вы постоянно разговаривали с ребенком, чтобы вы постоянно общались с ним, взаимодействовали с ним. Это очень-очень важно. Вот что я говорю. Даже необходим авторитет. Видите ли, любому ребенку, мальчику в том числе, необходимо, нужно, нужен идеал мужского поведения. Вы воспитываете его как женщину. Я вас хорошо понимаю в этом. Но и вы тоже пытаетесь понять, что как женщину вы можете дать ему, к сожалению, далеко не все. И рано или поздно придется обращаться к мужской модели поведения. Мужская модель поведения ребенку нужна. И это может быть либо кто-то из родственников. Ну, например, ребенку лучше, чем отец. Но если отца нет, то, соответственно, кто там еще. Дабы ребенок видел в нем авторитет и прислушивался к нему. Ну, без этого на самом деле нельзя. И, значит, вам нужно действовать именно вот так. Понимаете, что сами вы, как женщина, ну, будете волей-неволей всегда воспитывать ребенка по своему образу и подобию. То есть по образу и подобию именно женству. И ребенок в итоге не будет обладать теми мужскими качествами, которые ему нужны. Которые ему необходимы. Которые необходимы ему как мужчине, будущему мужчине. Понимаете? Вот это, пожалуй, является очень важным моментом. Вот, в принципе, то, что можно вам, наверное, сказать. Вот, в принципе, то, что я хотел до вас донести. Думаю, на этом можно закончить. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!